доброе утро дорогие друзья доброе утро и мы продолжаем изучать тору дай бог чтобы у меня хватило энергии рифка ты придешь пожалуйста дашь мне зарядное устройство то мне уже телефон садится все доброе утро дорогие друзья мы продолжаем изучать тору потому что потому что сегодня 18 адара 18 адара 21 марта и чем еще заниматься в эти прекрасные дни а только соединяться со всевышним это главное это фундамент вы знаете есть вот иногда подумаешь что важнее всего там есть машина да вот гриша цвульси знает или максим есть машина яков шалом тоже шалом шалом друзья значит о правильно дмитрий латуха правильно сразу ответил есть машина в машине есть там колеса в машине есть двигатель в машине есть электроника но если машине нет бензина она не поедет да можно сказать что без колеса она тоже не поедет и без за руля она тоже не поедет и в принципе каждая деталь важна каждая деталь важна но есть приоритетность и вот у человека самое важное это его духовная связь со всевышним и вот это вот жизненная энергия которая в нем есть жизненная духовная энергия она сама важна а кто-то спросит сейчас например михайлов да вот миха михайлов спросит он скажет а если люди не религиозные не про бога не знают тогда эти люди они живут как сказать вот этот мир он они живут по каким-то схемам который им дал кто-то который который наверное тоже не знал про бога а если вы спросите а есть люди которые знают про бога и не хотят идти по божественным заповедям да вот не хотят если такие люди мне кажется что такие люди не знают про бога то есть по-настоящему они не знают про бога то есть потому что когда человек говорит я не религиозный или я не верю в бога то он опять же когда произносит эти фразы он имеет ввиду что-то абсолютно такое вот свое да то есть он под словом бог и под словом религия понимает что-то абсолютно свое набор каких-то картиночек у него в голове каких-то идеи чек у него в голове и вот ему просто наверное не повезло он он о о боге и о религии он узнал о тех людей которые которые богу и к религии наверное не имеют никакого отношения знаете это переодетые такие как как переодетые то есть это же очень просто вот я могу сейчас одеться например в любую форму да не не компьютера для телефона для телефона я например могу сейчас одеться например в врача одену белый халат тут даже крест красный нацеплю шапку и повешу себе вот эту штуку мерять знаете мерять как это слушать знаете у врачей были такие да у врачей такие штуки вот тут висят и что я буду от этого стану врачом и от этого врачом не стану то есть вообще я просто буду человек который переодеты во врача и точно так же скорее всего те люди которые которые не верят бога и не религиозные то они сталкивались с какими-то переодетыми людьми которые которые им возможно рассказывали какие-то истории но они никогда не сталкивались с по-настоящему с божественным с божественной реальностью как я когда-то читал в биографию фридс перлс такой фридс перлс основатель дештат терапии и он говорит у меня один раз жизни было божественное переживание я именно чувствовал сегодняшнего когда он был в в окопе во время войны кстати вот тут очень интересная эта вещь то есть человек который всю жизнь исследовал себя и свое мышление человек который был один из гениальнейших людей интеллектуально последних ста лет человек который был психиатр психотерапевт он занимался мышлением он видел но очень много людей с которыми он работал и вот он фридс перлс он говорит я один раз жизни переживал божественное присутствие да то есть связь с богом когда это было во время войны первая мировая война он сидит в окопе он описывал это он говорит меня послали он был врачом и послали меня на фронт прямо передавая я значит должен был быть в третьем окопе в третье по счету окоп и я значит уже туда пришел и тут мне говорят нет ты идешь в первый окоп а первый окоп самый опасный и он говорит я иду в первый окоп я понимаю что меня скорее всего убьют я прямо реально мне страшно начинается бой нас бомбят химическое оружие первую мировую войну переменяли как только ветер подул в другую сторону там в общем вообще и он говорит я в первом окопе проходит этот бой и значит тишина такая утро восход солнца и я живой раненый но живой а смотрю я третий окоп где должен был быть а там ни одного живого человека всех разбомбили и он говорит и я вот смотрю на вот этот вот утро солнышко встает все я говорит я почувствовал вот это вот божественное присутствие то есть я почувствовал так он описывает проявление божественного война смерть вот это вот пограничные состояния всевышним иногда приходится он наверное там очень страдает от того чтобы приходится для того чтобы пробудить людей к вере благодарности в духовности приходится делать войну уже без войны все как бы заняты слишком заняты новыми фильмами премьера фильма это такая новость была вау новый фильм выходит прям премьера а что еще до скучно скучно вот это все всем было скучно до веселиться надо было не надо было повеселиться надо радоваться благодарить свыжнего и думать как же как эти мы счастливые люди а так свыжному пришлось сделать войну чтобы вы поняли как мы были счастливы тогда вот поэтому лучше что мы можем сделать для предат прекращения войны для остановки войны это благодарна всевышнему и молитва и благодарность за то что есть и благодарность свыжнему прямо вспомнить о нем и акцентированно через псалмы, через молитвы, через благодарность просить Всевышнего, чтобы он остановил войну и чтобы вернул мир. Опять мы помним про Всевышнего, все, все проснулись. Теперь, значит, мы учим Тору, мы учим Тору по книжке, идем по порядку. Есть такое выражение последнего Любавического Рэбе, что надо жить в ногу со временем. Жить в ногу со временем, это жить в ногу с недельной главой, потому что Тора разбита на главы, каждую неделю читается глава, и каждый год мы прочитываем всю Тору, проходим всю Тору и начинаем заново. Вот, мы сейчас находимся в главе, которая называется Шмени. Но до этого мы обычно изучаем несколько идей, которые приводятся в книге Хитас, и очень интересные идеи. Сегодня идея такая. Рэбе Маараш, был такой Рэбе, он один из семи любавчистых Рэбе. И Хаббат, это одна из систем в иудаизме, в Хасидуте, которая имеет очень четкую систему обучения. И мы сейчас идем по одной из их книг, Хитас называется, то есть предпоследней любавчистой Рэбе, их было всего семь, семь как учителей таких, да. И предпоследний сказал, что надо каждый день вот в таком порядке учить Тору, мы учим. А его, его папа, по-моему, Раш его звали, он пишет, что необходимо ежедневно учить письменную Тору с комментарием Раши, что мы сейчас и делаем. Который представляет из себя выдержки из медрашей, из устной Торы. Комментарии Раши на письменную Тору, он это собирает из всей устной Торы, собирает то, что объясняет письменную Тору. Теперь дальше. За год каждый должен изучить по меньшей мере один трактат Талмуда. В устной Торе, Талмуд это устная Тора, всего в Талмуде есть, насколько я помню, есть в Талмуде 2500 листов. Если учить по листу в день, это 7 лет, да правильно, 2500 листов. По-моему, есть 34 трактата в Талмуде и один трактат нужно в год выучивать, да, тогда можно, вот все, это очень классно. Значит, так он сказал. Теперь вторая книга, которую мы учим, сейчас мы соединим эти две идеи, будет очень красиво, смотрите. Вторая книга называется «Обретение неба на земле». Как на этой земле, живя на этой земле, обрести рай. Значит, размышления для тех, кто оказался в трудном положении. Я думаю, что сейчас многие слушатели оказались в трудном положении. Не вы, так кто-то рядом с вами оказался в трудном положении. И вот как раз нам сегодня попалось размышление на эту тему. Мир создан добром. Мир создан добром. Это факт. То есть, это исходная предпосылка. Всевышний создал мир, потому что он добрый. Он хотел дать людям возможности получить рай. Теперь, значит, мир создан добром. Высшее добро для человека не чувствует себя пристыженным. Чувствует себя партнером Бога в выполнении божественного плана. Дармовой хлеб для нас хлеб позора. Так устроен человек. То есть, человеку, если ему все время все дается легко, то это ему неприятно, стыдно, и он хочет что-то заработать. Заработать хочет. Именно поэтому без труда ничего хорошего не получается. И по количеству вложенного труда можно определить, каким окажется урожай, который мы рассчитываем получить. Теперь давайте соединим это с предыдущей частью. С предыдущей частью, значит, что нужно изучать Тору. Труд бывает разный. Физкультурник, культурист идет в спортзал, и он полтора часа качается. Он трудится, трудится. Ради чего он трудится? Ради того, чтобы потом выйти с красивым телом и получить от него радость. То есть, он полтора часа труда вложил, пахал больно, до боли культуристы и качки, и те, кто занимается спортом, знают, что хочешь получить результат, ты должен до боли потренироваться. Так, чтобы тебе прям выносили из этого зала все. То есть, все. Ты вкладываешь труд, получаешь соответствующий результат. Больше вложил, больше получил. Человек, который работает, идет на работу, работает, 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 получает деньги. То есть, кто-то больше работает, кто-то меньше, кто-то умнее работает, кто-то не вкладывает ум, кто-то развивается. Опять же, тот, кто работает, получает мало, у него два варианта. У него есть вариант продолжать работать, получать мало. У него есть вариант вложить больше труда, но если он вложит тот же самый труд, то он получит опять же мало, чистая логика. Или он может вложить труд в свое развитие, приобрести новый навык, новую профессию, новое знание о том, как работать. Это труд, это труд, когда ты выходишь из привычных рамок, из зоны комфорта, и это интеллектуальный труд. Многие говорят, интеллектуальный труд это типа, а что здесь сложного? А вы попробуйте выучить что-то новое, пройти, вот взять какую-то книгу, я не знаю, любую книгу, какой-то учебник, изучить науку новую и так далее. Это интеллектуальный труд, это очень непросто. Теперь, в зависимости от вложенного труда, ты получаешь новые нейронные связи, новые знания, и ты получаешь какой-то результат. Теперь в духовности то же самое. Мы сейчас, 20 минут у нас идут уроки Торы, да, мы посвящаем 20 минут времени для того, чтобы узнать идеи Торы о том, как человек может соединиться с Богом через изучение Торы и заповеди. Теперь что получается? Но это 20 минут. Тот, кто хочет по-настоящему изучать Тору, он потом садится, изучает кусок недельной главы с комментариями Раши, изучает, что значит изучить? Изучить это понять и запомнить. Изучить это не прочитать. Прочитать это прочитать. Понять это понять. А изучить это когда ты запомнил и можешь повторить. Вот это называется изучить. А кто так учит Тору? Единицы. Вот Равхайм Каневский, он вчера умер, у него 750 тысяч человек. Умер он не вчера, умер он в пятницу, вчера были похороны. 750 тысяч человек пришли на похороны. Он за год заканчивал всю Тору на протяжении всей жизни. 94 года ему было, когда он ушел. Значит, и он каждый год делал окончание всего Талмуда Вавилонского, всего Талмуда Иерусалимского, все там предания Медраши, Тасефта и так далее. Все, абсолютно всю Тору заканчивал каждый год книгу Зоар. То есть у него в голове был весь мир. Весь духовный мир у него был в голове. Потому что он не просто читал и когда-то слышал. Он именно, это называется изучать, прочитать, понять, запомнить и уметь повторить. И когда к нему он 4 часа в день отвечал на вопросы, к нему так шел поток людей и задавали ему вопросы. Человек ему задает вопросы, он сразу на тебе ответ, на тебе ответ, на тебе ответ. По Торе, все по Торе. Как мне поступить? На. Тут это можно делать? Так. А это? Вот так. А вот сюда? Вот так. То есть все, 4 часа в день у него поток шел людей и он каждому отвечал, что кто должен сделать по Торе. Именно исходя из знания всей Тора. Сейчас он ушел. Теперь дальше мы переходим к сегодняшней недельной главе. Сегодня мы читаем глава Шмени, разбитая на 7 дней. Значит мы читаем кусочек. Сегодняшний кусочек о том, как после 7 дней, когда Мушер Абейну Моисей собирал передвижной храм и разбирал, как конструктор лего, собирал его и разбирал. И это он готовил место, в которое потом слава Всевышнего спустится. И Аарон, его сыновья, который был назначен первосвященником, он за них приносил жертвы, он там за них молился, они молились. То есть он их готовил. Готовилось место для славы Всевышнего. Готовились люди, которые должны были взаимодействовать со Всевышним от имени народа. Аарон, его сыновья, священники. И вот, значит, принес этот день, когда Аарон начал сам уже приносить на 8 день. Шмени это глава, 8 день. Он начал сам приносить жертвоприношения. И что? Всевышний не принимает. Нет, не спускается с неба огонь. Значит, система не работает. Представляете? То есть все построено. Все, как Всевышний сказал, сделано. Там золотой светильник, золотой минора. Все, все, все. Каждая деталька в Чекзавета. Тут херувимы. Тут все покрытия. Мы все предыдущие главы изучали. Вот это вот детальное, как молекулярное строение. Как есть лекарство, которое вот там 15 лет разрабатывали укол. Я знаю, сейчас есть такой укол, стоит 2 миллиона долларов, который лечит неизлечимую болезнь у детей. То есть раньше ребенок от этой болезни парализованный был и умирал. И сейчас создали такой укол. Его колят. 2 миллиона долларов стоит укол. Колят. И с одного укола эта болезнь уходит. Его разрабатывали там 15-20 лет. Молекулярное строение этого укола. Чтобы прям молекула к молекуле, молекула к молекуле. И оно заходит, когда в ДНК там ребенку тык-тык-тык. И оно все налажено. И он выздоравливает. Это недавно Сантос компания была. Я с их директором разговаривал. Директор Сантос этой фармацевтической компании спросил, какое у них самое главное лекарство. Он говорит, вот это. Я, значит, вот я из этого понял, из этого я понял, как работает храм. То есть там было все выстроено. Молекула к молекуле. Деталька к детальке. Одежда первосвященника. Было все продумано. Каждое там количество этих золотых. Внизу колокольчики, золотые гранатики. Нитка, из которой она была, из 6 связанная. Это, в общем, молекула к молекуле. И все это сделано. И огонь с неба не спускается. И система не работает. Представляете, это как атомный реактор построили. Ну что, запускаем, запускаем. Не работает. Реакции нету. Ничего, значит, тишина. Строили. Миллиарды долларов. Там эти все реакторы атомные построены. Компьютеры подключены. Все. Говорят этому главному профессору. Ну как? А что же не работает-то? Он говорит, не знаю. Давайте еще раз на кнопку. Значит, нажимают на кнопку. Не работает. Не проходит атомная реакция. Вот это то, что было. И, значит, как было дело. И приблизился Аарон. И он принес там хлебное жертвоприношение. Какое-то там возжигание на каком-то жертвеннике. Воскурение. Значит, все сожжение. Все он делает, как надо делать. И не работает. Ваишхат Эташор. Закололи быка. И вот этого барана закололи. Зевакшламим, который он приносил. Значит, подали сыны Аарона кровь ему. Он окропил жертвенник. Начал он побрызгал там, как положено, жертвенник этой кровью. Вээт Ахалавим Минашор. Значит, специальные жиры, которые там срезались из внутренности этого быка. У Миналь и от этого барана. И курдюк его. И он это все, значит, то, что было жир над почками, который специальный жир. Значит, то, что какая-то перепона, которая печень там. В общем, все это он положил на этот жертвенник. Не работает. Положили они, зажгли. Снизу огонь идет, а с неба не идет. Не работает. Значит, потом, значит, Вээт Ахазот, Вээт Ашок. Какие-то грудные части и правая голенью. Он тоже сделал там то, что нужно. Нуфа, поднятие этих всех частей. Перед Богом Каашеп Тсива Моше. Как Моше, Моше был пророк. Он получал скрипты вот эти. Вот что нужно делать. Он получал все алгоритмы от Бога. Он все это раскладывал. Не работает. Не работает. Значит, Ваэса Арон Эть Ядав. Поднял Арон свои руки к народу. И благословил он народ. Благословил народ. И тогда, значит, благословил он народ. Спустился он после всех этих жертвоприношений. И что? И дальше. И зашли они в шатер откровения. И вышли они оттуда и благословили народ. И появилась слава Всевышнего. На весь народ. То есть, и в этот момент с неба спустился огонь. И на весь народ всех накрыло вот это божественное присутствие. То есть, они увидели, что Всевышний, он соединился с тем передвижным храмом, с мешканом, с теня, который они строили и который они делали. И это был очень принципиально важный момент. Потому что до этого Арон, он был, они делали золотого тельца. То есть, получилось, что, нельзя сказать, что он делал или они делали. Так получилось. То есть, они все ошиблись. Это была огромная ошибка. Я уже рассказывал много раз, в чем была их ошибка. Их была ошибка в том, что они мир рассматривали как главная в этом мире материальность. И они смотрели на мир снизу, как бы, да, на этот Моасемер Кавал. На трон Всевышнего. И они видели там этого золотого тельца, который действительно бык. Действительно, он бык, это был в то время и грузовик. То есть, они смотрели на мир слишком материально. Вот этот вот золотой телец, который на Улл-стрит стоит. То есть, мы когда смотрим на мир и говорим, экономика, экономика, экономика. Экономика это следствие. Материальность это следствие. А причина всего это духовность. И так как Аарон был участником, очень важным элементом в создании этого золотого тельца, то очень ждали Аарон, Моше, весь народ простит Всевышний Аарона или нет. И когда вот этот момент произошел и спустилась слава Всевышнего, он благословил народ, тогда все поняли, что да, Всевышний простил и Аарона, и еврестий народ, и все отлично, значит все отлично. Теперь то же самое нас касается. То есть, смысл же не в оружии, смысл не в вооружениях. Мы видим, что вооружение, если есть правота, если есть правое дело, если есть благословение, оружие не работает. То есть, здесь самое важное, это действительно вернуться, чтобы все вернулись к Всевышнему, чтобы все сказали, что да, мы собираемся делать только добро. И в этот момент вся ситуация сразу же превратится в шалоп. Теперь весь вопрос в том, насколько быстро мы все, каждый вначале в себе выберет добро, выберет Всевышнего, выберет правильный путь. Второе. Насколько, насколько каждая страна, каждый народ, он выберет правильный путь. Потому что все, что происходит в каждой стране, это, с одной стороны, есть верхний элемент, это, да, тот, кто управляет, там, назовем это, раньше это называлось царь, и сегодня это называется просто там верхний элемент в пирамиде, да, в пирамиде власти, который забрался на эту пирамидку, как фараон когда-то сидел на верхней вершине пирамиды. И дальше теперь есть вот такие вот эти верхние элементы. Дальше есть народ, в каждой пирамиде есть народ. От того, насколько народ верит во Всевышнего, насколько народ близок к Богу, насколько у народа есть заслуги, от этого зависит все, что происходит в мире, все, что происходит в мире. Поэтому каждый из нас может молиться Всевышнему и просить Всевышнего, чтобы все было, мы знаем, что Бог добрый, и мы просим, что Бог хочет шалом, это главное благословение, это шалом. Или мы просим Всевышнего, чтобы наступил шалом, чтобы все злодеи, их зло их же уничтожило, и чтобы все добрые люди, их добро принесло им радость, счастье, шалом, все. И тут от выбора каждого из нас в сторону добра и зла зависит, куда пойдет вся ситуация. Все, мы молимся, чтобы был мир на Украине, чтобы закончилась война, чтобы злодеи были наказаны, и чтобы то зло, которое они делали, вернулось на них самих. И, значит, чтобы был шалом. Все. Удачи, успехов, и чтобы Всевышний простил, простил нас. Удачи.